Сложные вопросы между Минском и Москвой действительно есть. Они наверняка будут появляться и в будущем, но страны всегда находили пути решения любых разногласий. Об этом сегодня в Сочи заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры стран после встречи открыли переговоры делегаций в расширенном составе. Кроме президентов, за столом переговоров профильные вице-премьеры и министры, а также послы двух стран. Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приглашение встретиться в курортном Сочи, отметив при этом, совместная программа действительно насыщенная и позволит обсудить и международную повестку, и сотрудничество в культуре, и, само собой, вопросы в энергетической сфере. Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен, при этом я часто послу нашему российскому, что экономика Беларуси – это финишное производство российской. Мы сырье, комплектующее 60-70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработки покупаем в России, поэтому это наша общая экономика, и поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 миллионов вместе с семьями людей, которые работают на российских предприятиях, которые поставляют в Беларусь продукцию. Поэтому, если кто-то там в России, в Беларуси не понимает это, я думаю, поймут. Конечно, всегда вопросы есть и будут, но мы всегда находили развязки этим вопросом. У нас бывают здесь и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться, так, как они решались и дальше. Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов и нефти, и газа, они сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся. Знаю, что наши коллеги, вот с нашей стороны, вице-премьер Козак Дмитрий Николаевич и со своим коллегой белорусским встречаются регулярно. В эти минуты программа совместного пребывания в Сочи Александра Лукашенко и Владимира Путина продолжается. Лидеры стран обсудят перспективы отношений Минска и Москвы в формате один на один. Напомню, еще одна встреча президентов намечена на пятницу. К тому же, как стало известно сегодня, Александр Лукашенко завтра встретится с участниками саммита по Сирии. Безопасность в регионе и пути нормализации обстановки в Сочи обсудят президента России, Турции и Ирана.